Шалом алейхем, добрый вечер, очень рад, что мы снова встречаемся на нашей еженедельной урок ТОРА. Всю нашу жизнь, жизнь человека, это одно длинное испытание. У нас разные внутренние слабости, качества, задания, которые стоят перед нами, бороться правильным, и сетих качеств, которые есть, хорошие, так и не хорошие, и в результате правильный жить нашей жизни. Одна из самых слабых мест, и самых вредных мест в жизни человека, это эмоция, которая доводит его до гнев. Когда он, в результате гнев, кто-то его обидел, он теряет контроль над собой, и потом он очень много жалеет за его реакцию, которую он реагировал, когда он, типа, не был под контролем, у него эмоции контролировали его, и в результате этой эмоции он чувствовал себя обижен, и непропорциональная была его реакция, и он очень сильно жалеет на это. И это очень большая слабость, вплоть до того, что написаны мудрецы наши говорят, тот, который разгневался, это как он грешил и видел поклонство. Это очень странные слова. Вы знаете, человек, который не проходит через этого в жизни. Конечно, каждый от нас, к сожалению, через это проходит. Ну и что? А мы скажем, что мы все, не дай Бог, грешили и видели поклонство. Давайте попробуем сегодня разбирать эту тему. Почему это так? Почему так трудно бороться с этим гневом? Настолько это распространено? Это совсем плохо или есть в этом какие-то есть моменты, когда можно использовать этот инструмент, который Бог дал в эмоции и в качестве каждого человека? И как действительно бороться и избавиться от нехорошего гнева? Тот гнев, который является как идея поклонства, и почему он является как идея поклонства? Очень часто есть вещи в жизни, которые обижают нас. Это может быть в магазине, в котором мы почувствовали, что нас недостаточно уважали, когда мы пришли и мы ругаем продавец или продавец-консультант, почему вы мне не так отвечаете? Люди, которые сидят за рулем, очень быстро могут злиться за коллеги, другие водители и в результате какое-то неправильное движение и поведение. Это может быть внутри дома между мужем и женой. Это может быть между родителями и детей. Это может быть в одной группе с коллегами. Зачем долго говорить о жизненной ситуации, которые, к сожалению, каждый от нас проходит через них? Но что интересно, что мы находимся в мебнаше недельной главе, в этот шаббат, мы завершаем читат книга в Медбар, и читаем две главы в Месце, глава Матот и глава Масей. Там читаем историю, которая может быть, будет для нас источник подержка. Это не только ми. Не только ми злимся иногда на другие люди. Не только ми теряем иногда контроль над собой в результате гнева, которые, чувство гнева, которые появляются и отходят и берут нас в другую сторону. То он нам рассказывает о Мойши Рабейну. Самый большой человек, самый идеальный человек, который и он через этого прошел. Ну, если Мойши Рабейну через этого прошел, тогда это может случиться с каждым от нас. Но вместе с тем, это не дает нам знак, чтобы успокаиваться, сказать, нет, если у Мойши Рабейну этого было, то может тогда разрешено всем нам. Это показывает нам настолько распространенное это чувство и столько энергии мы должны вкладывать, чтобы знать, как избавиться от этого в момент, когда, не дай Бог, мы находимся в такой ситуации. Я притлагаю на тщат из истории, которая мистер-чай, мебнашу и мидиэльны Глава, история которая была из Мойши Рабейну. Книга במדבר, Трицит Пэрвэй Глава, Четирна Тстей Пасук, Митчатайм, О, история которая была. Постли, история из Билэм, и помните, Балак, царь Муав нанимал Балак, он был пророк, чтобы этот читал прокладия над еврейского народа и через это прокладия получится их, не дай Бог, уничтожать. Но, к сожалению, не получилась эта история. Всевишний сказал Билэм, только те слова, которые я скажу тебе, только эти слова ты будешь произносить. И вместе с того, что Билат произнес прокладия, он произнес самые большие благословения еврейского народа. Балак злился над Билам, что он вроде бы не предоставил товар, который он заказал у него. А перед тем, что они попросились, Билам сказал Балак, смотри, прокладить еврейского народа у меня не получилось. Но я тебе дам хороший совет. Как все-таки у тебя получится воевать с этого народа? Ты должен использовать нестандартные, неконвенциональные оружия. Ты должен отправить девушки твою государство Муав в еврейском лаге, чтобы они уговорили евреев грешить с ними, чтобы они их довели до идела поклонства. И это на такие грехи Бог евреев не прощает. И в результате они получат свой удар и свое наказание от Бога. Так он сделал. И действительно, в результате с этого была большая эпидемия среди евреев. Погибли много людей. Догабы, ласлучшэй, что Пинхас Синелазар Синээрона Коэн, все вишни, мой шерабейно позвал Пинхас Синелазар Синээрона Коэн, и он его сказал, слушай Пинхас, ты начал эту борьбу против тех, которые отправили своих дочерей уговорить наши мужчины грешить. Поэтому продолжай этого. Собери большой армии и иди воевать против кого? Против другая государство, против медианы. Не против Балак, против Муава, но против медианы. Как тут оказали медианы? А почему он отправляет его воевать против медианы? Поскольку медиан подключился тоже к этой тенденции. И медианы отправляют тоже своих дочерей, чтобы они тоже участвовали в этом процессе, чтобы еврейские мужчины согрешились с ними. И поэтому Всевишний говорит Мойши Рабейну, правда, твоя жизнь приближается уже к концу. Мы находимся сейчас на 40-й год, очень ближе к времени, когда заканчивается срок действия, срок лидерства Мойши Рабейну, его заменить Мойши Рабейну. Но Мойши Рабейну Мойши Рабейну, когда он приходит на другую территорию, тогда ответственность приходит на Иерусу Абинону. Пока я здесь, это ответственность Мойши Рабейну, что еврейский народ идет отомстить кого-то. Знаете, Тора нам запрещает делать что-то плохого против египетян. Несмотря на то, что мы там страдали. Мы не будем сейчас долго говорить о страданиях, которые мы прошли в Египет 3400 лет тому назад. Но Тора нам говорит, мы должны помнить то добро, которое египетяне нам делали. Когда наш праотец Яков голод наступил в Израиле, ему надо было искать новое место, где он будет жить, где там будет для него хлеб. Достаточно покормить вся свою семья. Какая страна открыла ворота и сказала добро пожаловать, это были египетяне. Мы вечно благодарны египетяне за это. И мы даже в сторону откладываем все страдания, которое было потом в Египет, чтобы быть благодарны за то добро, которое они нам делали. А тут, когда речь идет о медьян, Бог говорит, мы должны отомстить против медьян. Почему мы должны отомстить против медьян? Ответ очень простой. Бывает разный каждый вещь, которая происходит, иногда имеет какую-то логику. Например, Балак, царь Муав, побоялся народа Израиля. Народ Израиля попросил пройти через Муав в сторону Израиля, отпустим Ясина и в сторону Израиля. И он побоялся, он увидел, что было сихон царь Эмори и ог царь Башан. У него были все причины побояться. логика, почему он должен воевать против еврейского народа. Он же не знал этот запрет, что Бог сказал Моше здесь, здесь в этой истории. Медьян находится тоже, не далеко от Египет. Моше Рабину же Нилса же на дочка Итро, который был Коэль в Медьян. Но евреи не были в Путин. Еврейский народ вообще не собирался ходить через Медьян. Причем они в этой истории? Почему они подключались к этой войне против народа Израиль? Иногда есть причина, есть территория. Территория может быть причина на конфликте между странами. Иногда идеология может быть причина на конфликте и на войне. Иногда другие интересы. Но здесь не было никаких интересов, никаких конфликтов интересов. Не в территории, не в идеологии, Ни валюта, ни вода. Никакая другая причина, которая в течение истории стала причиной на мировую войну или на войну между странами. Никакая политическая события не стала причиной этой войны. Это был чистый антисемитизм. Они были вторыми антисемитами в мире после Амалек. Это был чистый антисемитизм против народа Израиля. Они не могли терпеть народа Израиля. В Хасидуте это поведение называется клепат медьян. Это клепа, это источник нехорошей поведения, которое называется медьян. Это то, что иногда человек завидует и он не может навидеть другой человек не по причине, что этот человек ему, не дай Бог, что-то плохо делал. Он просто ненавидит его. Это называется синьатхинам. Сейчас, во время этой три недели травы, самое главное наше задание – работать над собой, чтобы не было среди нас, не дай Бог, это чувство, что один человек не может терпеть другого человека. Когда есть причина на конфликт, легитимный конфликт, будем этого называть, денежный или другой, тоже не должен быть. Это тоже не должен быть. Надо этого сохранить и в рамках темы, которой вокруг не идет конфликт. Но здесь, когда речь идет, вообще нет никакой причины. Просто ненависть другого человека – это источник этого, это медьян. И поскольку медьян так ведет себя в отношении народа Израиля, против такой ненависть, мы не можем молчать. Тут Бог сказал Моше Рабейну, ты должен оттамстить медьян перед тем, что ты вернешь свою душу к Силишнаму. Это был последний проект в жизни Моше, оттамстить медьян. И что было тогда? Пинхас, который возглавил этой армии, он был уверен, что здесь у нас классическая война. В классической войне есть правила. Все знают, правила игры, которые существуют в войне, нельзя трогать невиновных людей. Тот, который во время войны убивает обычных граждан, невоенных, это большое преступление. По сегодняшний день, такие страны вызывают и в международные трибуналы в ГАГ, чтобы разбираться на них. Все знают, что израильские армии, например, отличаются от его враги. Они террористы. Они, когда они воюют против Израиля, они не смотрят, на чьей голову будут падать снаряды, которые они разбрасывают среди гражданское население. А когда Израиль разбирается против своих врагов, они делают хирургические операции, чтобы, не дай Бог, не трогать невиновных людей, гражданские лица. Исходя из этого, это было всегда поведение еврейского народа. Что мы воюем против врагов, против тех людей, которые держат оружие в руках, и они активно воевали или воюют против нас. Люди, которые не пассивные враги, которые не держат оружие в руках, мы не имеем права против них воевать. Мы можем огородить себя, чтобы они нас не повредили, но мы не воюем против них. И поэтому, Пинхас, когда он вернулся из войны, он его был успешной войны, он действительно отомстил медьяны за то, что они ненавидили нас. Но когда он возвращается назад, когда он возвращается назад, что увидел Моиша Рабейну? Он увидел, с ним идет огромное стадо. Кто был с ним? Он в плене взял все девушки и женщины медьяны. Когда он увидел это Моиша Рабейну, то есть параллельно к тому, что он привез с собой много имущества, которое он забрал, он и он этого принес к Моишу Рабейну, как то, что он забрал у врагов. Много людей он взял в плен, в том числе и те девушки и женщины, которые они на самом деле были тот оружие, которые через них воевали против еврейского народа, они стали причиной эпидемии, в которой в ней погибли 24 тысячи человек. Моиша Рабейну ему сказал, что с тобой? Это же не обычная война. Это война Бога. Никмас Hashem. Бог отправил нам отомстить против тех, которые стали живой оружие против нас. И они заслуживали цмерть от тех привеол суда, и как Тора этого называет, написано в Тора, четырнадцатый пасок, и раздневался Моше. Моше раздневался над Пинхас и на все войны. Он им сказал, что вы делали? Сильно раздневался Моше против них. И в результате он сказал, что надо с ним делать. Но мы хотим остановиться сейчас здесь на этот пункт. Что мы еще раздневался. И в Тора, что Моше не смотрел за его духовный уровень и человеческий уровень. Он тоже раздневался. Но если Моше долго заплатил за это ящико. Сразу после этого, Моше считает законы Тора, которая касается посуды, которую Пинхас привел из Медьян в страну Израиль. К еврейскому лагеру, к Моше. И он считает все законы. Не знаю, есть закон. Мы недавно читали в головах Укат. Называется рыжая корова. Пора от ума. Люди, которые прикасались к мертвым, они сразу считаются ритуально нечистыми. И чтобы видеть статус ритуально нечистым, они должны пройти процедуру очистки, которая называется шлиши швеи в третий день и седьмой день. Что на третий день им надо обрызгивать пепель от этой коровы и на седьмой день, а потом они окунаются в воду, в Миквел. Тут эти люди, они были на войне. Конечно, они сейчас все ритуально нечистые. В том, что они прикасались к мертвым, они убивали людей. Это была война. Война это не игра. Там люди погибают. И поэтому они все были ритуально нечистыми. Но кроме того, тут были многие вещи, посуды, которые они привезли с собой. И там, кроме того, что эти вещи были ритуально нечистыми, возможно, они тоже прикасались к мертвым или были под одной крышей с мертвыми людьми. Там была еще одна проблема. Законный кашрут. Народ Медьянджи не тот народ, который соблюдает законы кашрут. И перед тем, чтобы взять эти вещи на использование, надо обязательно кашеровать. Надо обязательно кашеровать эти все посуды. И оконать их в Микве. И так далее. А тут мой шарабейн пропускал. Мой шарабейн читает закон Тора перед всем солдатам. И он им говорит только об одном. О процессе, как откошеровать себя, как очистить себя и посуды, которые они привезли, от какой проблемы, от какой нечистоты, от какой ритуальной нечистоты, связанной с смертью. Он пропустил полностью законы сфязаны, из кашерования пасут, из тот козрыния пасут. А тут. Элазар, Главный Коэн Элазар. Главный Коэн Элазар. Он исправил его. И мы скоро увидим, что он его исправил. Он его исправил. И исправил его. Он исправил его. И мы сняли его. В первую очередь, в Тора. Мечетая им законы, как откошеровать пасуты. Что пасуты, который мы готовим, или премьера на огонь, их надо зажечь огонь, что бы их чистить. Пасуты, которые подругому, в другой путь. Асново законы, как откошеровать пасуты, в течение, в нашей недельной главе, Элазар был вынужден. И вдруг выступает Моэши Рабейну. Но он пропускает целый ряд законов. Он их просто забил. Он ошибся. В другом месте написано, что Моэши Рабейну читал. Его ошибка была в том, что он подумал, что если ритуальная нечистота, связанная с смертью, это считается самой тяжелой нечистотой. От него можно видеть через процедуру рыжей коровы, тем более законы кашуты. На самом деле, это была ошибка. Это две разные направления. И поэтому встал Элазар и он сразу за Моэши начал читать народ законы, как кашеровать эти пасуты. Говорит нам Раши, что все заметили, что тут Моэши пропускал. Это не Моэши Рабейну. Тот, который дал нам Тора, он пропускает закон в Тора. Это очень редкий Виш. Пишет нам Раши, что вы понимали, что здесь происходит. Лефи шеба ликлал каас, ба ликлал тауш. Пасказывает нам Раши, поскольку Моэши дашол до гнев, до чувства гнев, он его появилась гнев, и в результате он не был доволен поведения Пинхас, и войны, которые вернулись, сасе эти, и плены, которые они взяли с собой, и поскольку он его был гнев, и когда у человека есть гнев, он немножко теряет контроль над собой, и это то, что случилось, и с Моэши Рабейну, поэтому он перепутал. Он ошибся, он забил целый риад, халахот, целый риад закон, который надо было сейчас читать. И Раши сразу нам рассказать, что это не было первое раз, и шоу били двое таки, случши и в историю, Моэши Рабейну. Один раз было недавно, митшетали, по-шлее нидельный глава, глава хрукат и балаг, две главы, митшетали, о том, что когда надо было, после смерти Мирьям, и в севишнияс, сказали ему, что он будет разговаривать, он будет обрешаться, к источник води, каминг, что он стал источник води, Моэши Рабейну, сначально сдилса, на народ Израэль, за их повидение, он их называл, шиму, но, мое рим, слушайте уже ве, который всегда, отказа ве, и слушайте то, что Бог говорит, это результат гнева на Шипса, и он не обращался к каминг, что он стал источник води, но он ударил его в посох, из-за этого Бог его наказал, что он не смог ехать совсем в Израэль, он останется в последний синах. И до того, был еще один случай, напоминает нас Раши, это было в рожьходешный сан, в тот день, радостный день, который, который, но весело, который, надчили, работал в Храме, в Мишкан, и это день, как мы помним, в лабальше, это рэггэдия, надави, амиоави, его старший, синах, и Аэрон, они зашли, из-за этого, служить богат, и в Мишкан, но они, диле ли, не то, что надави, ладь, которые пишут о том, что они были пьяны, и в результате они погибли, и Аэрон, их отец, и Элазар, и Тамар, и в Устах, шеи, синахи, они находились, и в страшная ситуация, и в самой тяжелой траве, их статус называется, онен, это человек, который, не дай бог, умер для него близкие родственники, еще не похоронили родственники, человек в таком статус, он освобожден из исполнения все заповеди Тора, поскольку у него, не дай бог, такая гория, такой травм, и Там, это Рошходж, и в Рошходж, в служении, которое в Храм, приносится, разник з'рцва, принишени, есть те, которые постоянно, в Рошходж, коробан тамид, постоянно з'рцва, принишени, маяни, гаварили, проли ду, шеи урок, и кроме того, им муссав, который постоянно, в Рошходж, и кроме того, били асоби з'рцва, принишения, которая били свиазена, с открытой мишкан, и тагдар, аэрон, аэрон, надав, аэрон, элазар и тамар, они не ели мясо от жертвопринишения, которые были в честь Рошходж, от муссавцев, в честь Рошходж. А Моше злился, Моше сказал, как? Так Бог же сказал, что мы, несмотря на трагедию, мы должны продолжать все служение в храме, в честь открытой мишкан. А если надо все продолжить, надо же есть вот этих мясо, вот этих жертвопринишения. И аэрон ему сказал, Бог нам сказал, только есть жертвы, которые мы приносим в честь открытой мишкан, не которые мы приносим в честь Рошходж. Аминь епайели м'яса от жертвопринишения, которые мы приносили в честь Рошходж. А ваишма Моше ваитав в бейнав. Моше услышал, сказал, вебили право. Но опять там, за то, что Моше злился над аэрон, то, что он его появился в гнев, он пропускал закон в Торах. То есть у Моше била ошибка, три места в Торах, где мы видим, что у Моше била большая ошибка. Здесь и в нашей истории, когда Торах конкретно пишет нам о том, что ваикцов Моше, что у Моше, что Моше раздлился над пенхаз и военные, которые вернулись, напоминает нас, Раши, что это не первый раз. Тогда придется, мы стоим с вами сейчас, и у нас дилемма. Мы не знаем, как себя мы с тобой. С одной стороны, мы видим, что такое ЧПС случилось даже у Моше Рабейна. Три раза это с ним случилось, и к этому были тоже реакции. Он три раза забил законы Тора, в результате того, что он разгнивался. В один раз он даже заплатил самой большой ценой, что он был наказом, в том, что он не войдет в страну Израиль. Мы сидим с вами и думаем, что тогда нам делать, если у Моше это случилось. Кто мы тогда такие, что мы скажем, что нет? С другой стороны, мы же знаем, что любая вещь, которая происходит в этот мир, любая вещь, которую Бог дал нам, это инструмент, который иногда мы должны его использовать. Если в Севишне дал, в сердце, у нас такая эмоция, которая доведет нас до гнев, возможно, возможно, это тоже инструмент, который мы должны использовать. А почему в другой стороне, мечтаем, что человек, который, у него есть каос, у него есть гнев, это как идти для поклонства, это как идти для поклонства, что это как идти для поклонства. Почему действительно это так? Впереки авот, трактат авот, и в трактат авот, пятая глава, одиннадцатая мишна. Мишна там говорит, потому что есть четыре качества в людей, и в эмоции людей. Есть люди, которые очень быстро, они очень быстро могут злиться на другие люди. Чувство гнева у них очень доступное, очень быстро у них это есть, но они очень быстро и прощают. Есть люди, которые очень, очень трудно довести их до чувства гнев, и очень быстро они прощают. Мишна говорит, кто такой, человек, который у него такое качество, что очень трудно довести его, чтобы он злился, но очень быстро он прощает. Мишна его называет и говорит, это есть хасид. Кто такой хасид? Хасид это человек, который правильно служит Богу. Хасид это человек, который старается служить Свишнаву на идеальный уровень. Если на идеальный уровень, идеальный уровень, это человек, который никогда не злится. Идеальный уровень, это человек, который у него никогда не появляется никакое чувство гнева. А Мишна допускает хасид, который, у него тоже бывает гнев, да, не так быстро. Он не зажигается быстро. Ему сказали слово и сразу взрыв. Нет. Это человек, который должен много кое-что случиться, пока он доходит до таких чувств. Все-таки это есть. и вместе с тем мы его называем как хасид. То есть, Мишна допускает, что можно быть хасидом и вместе с тем, что у тебя будет этот минус, который ты можешь дойти до чувства гнев, ты можешь злиться над людей, которые тебя окружают, над людей, которые обидели тебя. И еще больше мы находим в Рамбам. В Рамбам есть целый блок законы, который называется Деот, Лелхо Деот. Там Рамбам пишет правильный, идеальный путь в жизни для каждого человека. Во все аспекции жизни. Это, кстати, очень, очень интересные законы. Рекомендую всем это, что ты читаешь. Тем более, они недавно начали новый сроковой цикл в изучении от Ригла и Рамбам и на самый ближайший день мы начинаем читать эти законы. Что пишет Рамбам в законе Деот, первая глава четвертой халаха? И он тоже допускает этого. Человек должен выбирать средний путь, чтобы он не быстро разжигался, излился на все люди, которые его окружают и в результат какое-то недовольство. И с другой стороны, говорит Рамбам, человек не должен быть равнодушный к всего, что вокруг него происходит и не проявляет никаких эмоций. Нет, он должен выбирать средний путь. Когда разрешено ему злиться, когда разрешено ему, что у него тоже будет появляться чувство гнев, это большая вещь, когда он чувствовал, что какое-то очень нехорошее вещь, которая случилась, вещь, которая, как Рамбам говорит, это такая ошибка, которая достойна, что человек будет злиться в результате этого. Почему? Есть в этом тоже причина, чтобы те люди, которые ошиблись, чтобы они не будут повторить эту ошибку. Когда они увидели до какой реакции это давьол этого человека, они следующий раз не будут делать. Он скажет, нет, нет, нет. Это, по-моему, очень тяжелый вещь. Пойдем шаг дольше. Это не только Рамбам. Мы находим у одного мудреца, который жил почти 200 лет еще до Рамбам. Мы упоминали его в наши уроки несколько раз с Рабиной из Герунди, мудрец, который жил в Испании, писал очень важные книги, связанные с верой в Бога, как делить чува. Рабиной в своем комментарии на трактат ввод он говорит так, что Бог дал человека этой эмоцией, которая называется гнев, в качестве защиты. Если человек никогда не будет появляться какие-то чувства, что он злился на те, которые его обидели, этот человек будет его никто не будет уважать. Скажут, что этот он терпит все. Можно обидеть его, можно обманывать его, можно все делать, он терпит. Но хочет, чтобы человек будет защищен. А когда человек показывает, что он умеет тоже быть неприятным, что он умеет тоже злиться, что он умеет тоже ругать, это он строит какой-то сцену защиты от таких от других людей. И то есть мы видим, что допускается и в трактатах и Рамбам, и Рабейну Йона, они допускают чувство гнева, не допускают такие реакции. И наоборот, говорит Рабейну Йона, говорит Рамбам, в этот есть и плюс это защита для каждого человека. А где тогда проходит граница между гневом, который может быть полезным, если можно так сказать, а между тот гнев, который довел Мориша Рабейну до ошибок, и который доведет каждого от нас до страшней ошибок, и как мы начали на иногда реакция человека во время гнев, это вещь, которую он жалеет всю жизнь на его реакции, на слова, которые он произнес, за то, что они контролировали себя, и поэтому мы знаем, что из этого надо бежать. Продолжает Рамбам в эти законы Деот на вторую главу в третьей Галахай говорит так. Рамбам говорит никогда не злиться автоматически, никогда не злиться и в результат эмоциональное состояние. Злиться можно целонаправленно, человек должен принять решение и сказать вот сейчас я буду злой, сейчас я покажу всем, что я не такой приятный, что я не такой симпатичный, я могу быть неприятным человеком. На другие слова, человек использует этого как инструмент, у него есть цель. Рамбам дает пример, мы должны воспитывать наши дети, и мы должны быть открытыми и сказать, что, к сожалению, когда воспитывали нас, и когда мы воспитываем наши дети, если мы будем раздавать только мёд, я не знаю, какие дети не будем видеть. Мы должны иногда быть очень добрыми, иногда мы должны показать силу, иначе дети не понимают. Ни одно воспитание не происходит только через хорошей, он должен показать немножко жестко, он должен быть жестким, ругать, поставить людей другие на месте, они чувствуют, что они в гнев сейчас, они не хотят, когда человек без настроения, никто не не пойдет сказать ему доброе утро, ты не знаешь, какой реакции у тебя будет. А иногда это в результате эмоционального состояния, иногда это сознательно. Ты идешь и ведешь себя, ставишь себя в позиции, человек ставит себя в позиции, что он сейчас неприятный человек, чтобы достигать дисциплины в общество, семья, на работу, на другую вещь. Это совсем другая идея. Здесь ты берешь это качество которое богдал тебя, и ты используешь его как инструмент, ты не нужна какой цель, полезной цель. Один из спутей дейти это цель, это когда ты используешь этот инструмент, но ты находишься в полный контролл, когда человек в полный контролл, он никогда не произносит такие слова, которые он будет потом жалеть. Когда он находится под полный контролл, он никогда не дойдет до ошибки, которая на ней он будет потом дорого платить, или которая на ней он будет жалеть. start и вот такой гнев допускается и мы о нем читали и упоминали в Мишна, Врамбаме, Рамбэнаюйона допускается такой гнев? Что не допускается? Не допускается эмоциональная реакция. Эмоциональная реакция не допускается. Эмоциональная реакция доведет человека до того, что он теряет контроль над собой. И когда он теряет контроль над собой, он, не дай Бог, может дойти до самый плохой, нехороший результат, как это было даже с мой шарабином. Но вопрос как можно контролировать наши эмоции? Представьте себя, когда вы будете, каждый будет крутить кино своей жизни на какие-то ситуации, которые были и которые он не хочет вспомнить об этой ситуации. Это может быть ситуация внутри семьи, между мужем и женой, между родителями и детей, или между великой общества. И когда мы смотрим этот кино назад и мы смотрим что там происходило, мы видим, что мы совсем теряли контроль над собой, и наша реакция была непропорциональная. Но разве мы могли контролировать себя в эти минуты? как мы можем контролировать себя даже в такие минуты, которые кажется нам, что невозможно контролировать? Как мы можем контролировать себя даже и в эмоциональный взрыв, который может довести нас до такой непропорциональной реакции? Как мы можем тогда сказать, что это нельзя? Как можно этого делать? Как можно? Это же легко сказать, но каждый понимает, что это очень нетрудно. Я бы хотел начать обсуждать эту тему и философический вопрос. Мы же верующие люди, верующие люди. Мы знаем, что все, что происходит в этот мир, не происходит просто так. Если кто-то нас обидел, значит, так должно было случиться, то к нам должны были обидеть. Иногда нас обижают словами, иногда нас обижают больше, не дай Бог. Кто-то в дорогу, не дай Бог, стукнулся к нашей машине и предоставил нам большой ущерб. Это так неприятно. Так нам хочется злиться на нем. Но мы спрашиваем себя это. Он виноват или он всего лишь посланник? Может быть, мы виноваты. Может быть, мы виноваты. Мы должны были быть сейчас наказаны. И этот человек, который стукнулся к нам, его всего лишь отправили сверху, чтобы он это делал. Тогда стоит на нем обидеться? Он всего лишь инструмент. Его использовали. Он тут не причем. Он ничего не решает. Там была решена, что мы будем наказаны. Это было через него. Давайте подумаем. Стоит он не он злиться? Он несет какой-то цвет внести? Или это все он ми? Он всего лишь инструмент. С другой стороны, мы находим, что если в то время целый законы называются не языки, человек который сделал ущерб другого человека, есть очень много законов. Как с этого надо относиться? Сколько он должен заплатить? В какой случае это случилось? Были свидетели? Не были свидетели? Это был мейзин целенаправленный? Или это был шуген? Вроде бы, почему он должен... Почему он... Какое требование к нему? Это он был всего инструмент? Он говорит... Как отнесится к такой вопрос, к такой дилеме? Сама дилемина хода, где вы подходит, среди нас, как мудрецов, как отнесится к этому вопросу. Как мидажнерия гиравит, на челавэк, который абиддил нас. Лубой воробин абиддал. Как отнесится к ним, что он в чум табинават, или ми нанасам дилеминават. Если мы на самом деле виноваты, тогда очень легко. Мы не должны абидеться на нем, мы должны абидеться на себя. Мы, по-моему, заслужили, чтобы так случить. И если мы... Очень легко абидеться на другой человек, абидеться на себя не так просто. Но тогда мы будем экономить наши абиды на другим людям. Или мы скажем нет. Он тоже несет какой-то ответственности. А если он несет ответственности, тогда мы обижаемся на него тоже. Мы часто упоминаем очень основная книга, книга Ахинух, Сефер Ахинух. Давайте посмотрим, что говорит Сефер Ахинух 241 западный. Человек должен знать, что все, что с ним будет случиться или случилось, добро или зло, это причина от Всевишни и Благославленной. И от руках другого человека не будет случиться в отношении к нам ничего плохого, если это неволе Всевишнамо. И поэтому надо делать вивель. Когда кто-то будет нас обижать, когда кто-то не дай бог предоставит нам боль, мне должны знать, это результат насчет грехи, то есть ми виноваты, если Вишни решили наказать нам, и поэтому мы не можем думать о другом человеке, когда ты мстит его, не дай бог, или ругать его, или потребовать, или иметь ему претензия. Потому что он не является причиной, то, что случилось, причиной была им самим. Я привожу к доказательству, от истории из Давида Мелых, что когда ты латан вейна, по-тебе воссинав, шелом, там, билцелый, путьш, хацелый, зделэт, периварот, и биладин, и сам махуважай, ими шими бенгера, который проклетил, Довид, Амелых, акруженья, Довид, хацелый, и билцказал, и он, так, отмазутся, царь, Довид, но Довид, цказалет, и он, виноваты, ия, виноваты, ия, грешил, и поэтому я заслужил, это мое наказание. Так, подходит цифра хинук, поэтому путь получается, что, мы не имеем право обидиться на никого, вот так мы должны воспитывать себя, сказать, не обижайтесь на другие люди, они тут не причем, обижайтесь на себя, все, что случилось, это в результате нашей грехи, они были всего лишь инструмент. Если все так просто, то есть, это в шелханах рух, законе, который называется, «Незикин», и мы знаем, что люди, которые предоставили, ущерб, другого человека, любой вид ущерб, денежный, физический, здоровый, или просто он, предоставили его, огмот нефеш, предоставили ему, бол, он за это должен платить, вроде бы он не притчо, и действительно, алтер реббер, обшнеозалмен и сладий, в святая посланья, 25 глава, он относится к этот вопрос, он начинает с того, что почему каждый, который злится, каждый, который у него гнев, это какие делят поклонства, и алтер реббер, говорит эти слова, сэферах и внуху, говорит, если ты злился на другой человеке, в результате того, что он тебе что-то делает, это доказательство, что ты не веришь в Бога больше, если у тебя была полная вера в Бога, ты же знал, что все от Бога, Бог решил, что с тобой сейчас, такое будет случиться, а тогда, при чем гнев, при чем зля, почему ты должен ругать, другого человека, или обидеться на другого человека, он тут не причем, как говорит рамбан, как говорит сэферах инух, но тут спрашивает, что виталте реббе, почему тогда он наказан, почему он должен тебе заплатить, и в дин будет требовать тот ниво, за расплатиться, или заплатиться за ущерб, который он предоставит, а в сне, это реббе, поскольку каждый человек, он человек, который имеет свободный вивер, и не смертра за то, что тот, который был наказан, он заслуживает этого наказания, на то, что именно он, в своем собственный, свободный выбор, решил этого делать, поэтому он грешил, и поэтому он должен этого заплатить. То есть, на другие слова, тут есть разные люди, тот, который получал ущерб, а тот, который ударил его, который сделал этот ущерб. Тот, который получал ущерб, он должен на это смотреть, исходя из полной веры в Богом, не бедит для поклонника, но знать, что это все от Бога. Бог наказал его сейчас, и все, что случилось, это результат его нехорошего поведения, что он заслужил наказание. И поэтому, он не может злиться на другой человек. Тот человек совсем не виноват, а в том, что сейчас случилось. это с одной стороны. Но этот, который принес этот ущерб, он тоже не может сказать, «Хей, я тут ни при чем, я ничего не заплачу себе, мне Бог прислал, чтобы ударить твоя машина, мне Бог прислал, чтобы предоставить тебя ущерб, мне дорогой». Ты не имеешь виновата. Ты человек, ты имеешь свой свободный выбор. И ты контролируешь твоих поступках, ты несешь ответственности за то, что ты делаешь. И поэтому, ты должен платить за то, что натворил. С другой стороны, приносить ущерб другой человек ни в коем случае нельзя. А если человек это делает, он должен за это расплатиться из этого человека, как раввины будут решать на основании законов этого. Но вместе с тем, мы, тот, который чувствует себя, чувствует обиду в результате действия другого человека, он не имеет права слиться. Он должен себя уговорить и сказать, «Да, это было напоминание. Всевышний любит меня, и он дал мне предупреждение, что мне надо исправить себя, и поэтому он направил мне этот человек, который предоставил мне такой ущерб. Это один подход, как мы видим, у Альтер-Ребе и в книгах «Инок». Но есть и другой подход. Книга «Орла Хаим», он немножко по-другому относится к этому вопросу, но мы не войдем сейчас на эту тему, поскольку здесь наша главная тема это как избавиться из гнева. А тут у нас есть первый подход. Мы должны просто работать над собой, не в момент, когда есть причина злиться. Всегда мы должны работать над собой, как верующие люди и знаем, что все, что происходит, это в руках Бога. И поэтому, даже когда что-то случается неожиданно, и появляются наши эмоции, начинают подниматься, и мы чувствуем, вот-вот, мы теряем контроль над себя, мы напоминаем себе, стоп, 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 это не Он, это Он. А если это Он, мы все принимаем с любовью. Мы этого воспринимаем как предупреждение, и мы говорим спасибо за то, что было, мы исправим себя сейчас, больше такого не будет. Как практически это делать? Как практически делать этого, чтобы действительно контролировать себя? Это же очень трудно говорить себя, все от Бога, и поэтому не злись, мы люди, мы не ангелы, и мы не цадыки. И мы напоминаем себе, что даже у моих рабеных это случилось. А как тогда, какие практичные есть у нас практичные советы, как на практичный уровень избавиться от этого? Рабьюда Ахасид, известный цадик, Рабьюда Ахасид, он жил 800 лет назад в Германии. есть, он известен по его завишания, разный виши, который он написал, что он не делается и в результате пастности, он известен в синагоге, который в старом городе, Рабьюда Ахасид. Рабьюда Ахасид написал книгу, называется Сефер Хасидин. И он там пишет совет, что один отец сказал своего сына перед смертью, он ему сказал, я хочу тебе дать золотой совет. Даже когда ты чувствуешь себя страшной обижен, никогда не произноси ни одно слово, ни одна реакция, пока над тобой прошел ночь. Когда прошел ночь, это доказано, человек горит, кипит, но когда прошел целая ночь, утром он стал уже другой, и он по-другому смотрит на прошедшие ситуации, и тогда он по-другому реагирует. Даже если он считает, что надо реагировать, он реагирует с мозгами, не с эмоцией. Он реагирует в пропорциональной реакции. Он никогда не будет произносить такие слова, которые он вечно будет потом жалеть, почему он их произнес. И поэтому это первый золотой совет. Никогда не реагирует сразу. В одной из книг лекутей сихот Ребе объясняет, что Ривка сказала Яков после того, что Эйсов на нем злился, иди к моего брата на несколько дней. Почему она использовала на несколько дней? Она сказала так, пройдет несколько дней и гнев Эйсов будет идти на спад. Потому что гнев это всегда такое вещь, которая горит, 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 а потом он падает. И поэтому когда мы будем технически работать над собой, что в любая ситуация мы никогда не реагируем сразу. Мы берем себе время, но мы будем реагировать завтра. Завтра мы уже по-другому будем реагировать. Реакция будет под контроль. Когда она будет под контроль, у нас есть большая надежда и большой источник уверенности о том, что это будет нормальная реакция, не такая, которую можно называть гнев, которую можно называть конечно это недели поклоны. Ребе пишет в некоторых письмах еще две советы. Знаете, люди разные. Есть люди, которые очень эмоциональны, есть люди, которые менее эмоциональны. Но у каждого есть эмоции. Человек, у которого отсутствует эмоции, он нормальный человек. Живой человек, у него есть эмоции. но как мы видим, есть человек более так называемый горячий, его очень быстро довести до того, что он злится и реагирует. Есть люди более холодные. Что надо делать человек, который чувствует, что он быстро очень реагирует и он с этого страдает. Он потом жалеет на его реакции. Как он может работать над собой? Потом трудно мириться с женой, потом трудно мириться с детьми, трудно мириться в синагоге с другими людьми. Как он должен над собой работать, чтобы контролировать свои поступки? Пишет Рэбе в книге Игорь Кодиш, у нас уже 32 томов, в 14 том есть письмо. Прежде всего не высказаться. Нет еще ни один человек, который жалеет на слова, которые не сказали. Люди всегда жалеют на слова, которые они сказали. Слова, которые они не говорили, они никогда не шахли, как каждый знает. И поэтому Рэбе дает золотой совет, даже когда ты кипишь, работаешь над собой, я мальчу. Поговорить я буду потом. Если не будешь говорить, не будет нас жалеть. Когда человек не разговаривает, автоматически падает этот уровень, огонь, который у тебя внутри кипит, он падает. И еще одна вещь, которую мы учили от Моиши Рабейна, это тоже приводит Рэбе в другой том его Гродкодыш, 18 том, один из письмов, письма. Рэбе говорит, человек, который сильно страдает, даже человек, который не сильно страдает, который один раз обидел другой человек, а потом он жалеет, чтобы он сделал самые тяжелые вещи. Извиниться перед другого человека. Правда? Самая тяжелая вещь это пройти к другому человеку, которого мы обидели, признаваться и сказать, ты знаешь, я не был прав, прости меня, извини меня, ради Бога. Это самая тяжелая вещь, поскольку мы люди. Это тяжелая вещь не потому, что мы плохие, это тяжелая вещь, поскольку мы люди, и мы любим себя, мы должны брать премьер от моих раббейну. Моих раббейну в первой раз как он злился, на арен аккейн, что он не паил из маяса жертва премьер нишеня, на письмене раиш ма мое шево ит раббейну. Услей шел може от ве таву он его пан раввелосе. Моих медрэш раббейну распустил слух и мой брат Арон исправил меня и он был прав. Если Моих раббейну делал этого тогда, наверняка он это сделал и в нашей главе, когда у него была ошибка, и Элазара Коэн сына Арон должен его исправить и читать правильные законы. Если человек берет на себя и воспитывает тебя, что всегда, когда, не дай Бог, у него случилось чепе, и он злился, может быть по правильной прощения, это будет самый сильный инструмент, который будет остановить его гнев в следующем случае. Поскольку он не хочет повторить это испытание и сказать прости меня, я не был прав. Это слова, которые очень трудно произносить для каждого нормального человека. Если он будет знать, что он всегда, если он не прав, он пойдет потом попросит прощения, то если человек так будет себя вести, это уже будет гарантировать, что он больше не будет ошибаться. Вот так мы учили сегодня, как контролировать наши эмоции и как вести себя правильно и не дойти до, не дай Бог, до гнев, который похожий на эпидеми это особо важно сейчас и в эти дни, как в дни траура за разрушение храма, который был разрушен именно за ненависть между людей, за то, что люди просто так не могли терпеть друг другу, и это мы должны исправить сейчас, именно это мы должны сейчас исправить, давайте будем этого исправить, я желаю всем всем хорошие, здоровые, радостные шаббат, и дай Бог, чтобы перевернулись эти дни, эти грустные дни, на радостные дни, на весолю дни, как говорит пророк Ишайяу, мы заслужили приход Машиеха в самый, самый ближайшем времени, спасибо, что вы были с нами. Машиеха